Всем здравствуйте! Как обещал, продолжаю презентацию сверхсекретных технологий по спасению мира от глобальной заразы. На этот раз раскрываю интимные подробности устройства, позволившего воплотить в себе сразу несколько вариантов уничтожения различных микропаразитов. С генератором мы разобрались очень подробно в прошлый раз. Да, те кто еще не в теме, в первую очередь обязательно посмотрите первых два выпуска, а то как обычно валятся слоны в посудную лавку и будут громить все на своем пути, не понимая вообще где они. Рассмотрим подробно как мотать необычный тор и конструктив бегущего конденсатора в умножителе. Могу сказать точно, что такого вы никогда нигде не видели. Начнем с тора. Уникальность его в том, что ребятам пришлось помудрить с его конструктивом. Дело в том, что когда они сделали обычный тор и начали работать с устройством, оказалось, что когда послали его на испытания по медицинским ограничениям, выяснилось, что все-таки там есть некоторые превышения некого излучения. Ребятам пришлось поломать голову, поразмыслить, перебрать множество вариантов и в результате получился оригинальный тор. Конечно, обязательно берем МГТФ провод, другой здесь однозначно не подойдет. Оправа 30-35 миллиметров диаметра, ну и где-то 10-15 шириной. В чем же уникальность этого тора? То, что у него в обмотке 4 провода. То есть берется 4 провода по 7-7,5, ну 6,5 метра. Если вы хотите поиграться с частотой резонанса, берете их вместе и мотаете на оправу. А главное, что мотать надо как можно хаотичней. Если, например, как у меня в трифеляре, там все надо строго виток к витку, слой к слою мотать и очень так поплотнее, то здесь все наоборот. Никаких виток к витку, никаких слоев и тем более плотностей. Все наоборот. Мотаете так, чтобы как можно хаотичнее ложились витки и все перемешивалось друг с другом максимальнее. В результате мы получаем вот такой тор с одного конца 4 и с другого 4. К примеру, если вот это вот у нас первый, второй, один провод, третий, четвертый, второй, пятый, шестой, третий, седьмой, восьмой, четвертый провод. Как они соединяются? Первый, например, у нас входной, который идет с генератором. Значит, второй мы соединяем с третьим. Четвертый, тогда у нас будет выход, который пойдет на обкладке. Пятый тоже тогда станет выходом. А шестой припаиваем к седьмому. Восьмой тоже будет вход, то есть с генератором. В результате у нас получается, из-за того, что хаотически перемешаны все витки, вихревая энергия здесь вполне себя хорошо чувствует и в то же время она не просится сильно наружу, как в обычных торах, ну или как в моем случае в трифеляре. Это чисто нужно было для медицинских ограничений. И после того, как мы его намотали, мало того, что он укладывается сюда достаточно свободно, вот здесь не обязательно его вообще обжимать. И ребята даже наоборот тоже стараются еще его так потискать, этот тор, чтобы эти витки еще больше между собой перемешались. Вот это вся особенность этого тора. Теперь переходим к обкладкам. Если мы обратим внимание, то видим, что вот эти полоски, они идут с некоторым порогом и определенной величины. Вот голый бегущий конденсатор, его обкладки. Сюда накладывается скотч и конденсаторная или так называемая трансформаторная лента. Ну, как по мне, положи бы сюда вот прямо на всю эту площадь второпластовую ленту. Ну вот ребята решили вот так вот. Дальше идет слой еще дополнительный. Так как здесь начало умножителя, а здесь конец, конечно, здесь напряжение меньше, а здесь более высокое. Поэтому прокладочку кладут в два раза больше. И дальше на нее приклеивается алюминиевая или медная фольга. Опять же, лучше, конечно, медная, так как все-таки алюминиевый сложнее паять и начнете паять здесь вот прямо на самой ленте уже, то температурой можете нарушить нормальную изоляцию. После всего этого обязательно надо заливать вот этим составом, потому что простреливать будет обязательно. Если посмотреть вот здесь вот, вот с кончика иголки до начала от этого кольца где-то около 8 миллиметров, буквально 7-6 миллиметров, то пробегает искра. То есть, считайте, 6-7 миллиметров какое должно быть напряжение, чтобы ее пробивало. И, конечно, поэтому все надо очень тщательно изолировать. Оно даже иногда бывает простреливает, когда повышенная влажность, но вот здесь вот внутри это не страшно. Я не сильно буду подробно рассказывать про саму сборку, так как прилагается специальная методичка, в которой все тщательно указано, что, как, куда и зачем. Как собирать, как клеить, последовательность. Все здесь есть. Это будет под видео. Вот так выглядят заготовки в полигоновском слайсере от Пикассо. Как загружать этот формат или как конвертировать другие варианты или как редактировать. Прошу меня подобными вопросами не мучить. Вы должны сами с этим разобраться. Так что вы вполне можете или строго по методичке все делать, или все-таки немножко свою фантазию какую-то добавить. Как я вам уже сказал, лучше здесь, конечно, было бы применить царопласт. Причем двухторонний скотч, я считаю, это не лучший диэлектрик для таких вещей. Но все работает. Главное, что правильно залить. Да, по поводу заливки. Эта смесь состоит из парафина или воска. Лучше, конечно, воск. Канифоль и термоклей, который применяется в обычных термопистолетах. Все это в равных пропорциях. Примерно в специальной бане делается. Я когда-то вам показывал примерно, как это делать. Ну, можете по-своему это все сделать. И тщательно все заливаете. Единственное, что еще можно добавить, и ребята стараются добавлять это фторопластовый порошок для электретности. Вы тоже можете попробовать это делать. Тут есть еще свои особенности в том, что добавив фторопластовый порошок в эту смесь, здесь поднимается некоторая электретность этой системы. И что-то вроде электрета. И когда он находится в выключенном состоянии, то есть заряд в нем накапливается. И уже когда вы включаете, то первое включение, буквально где-то полминуты, а всего около трех минут сеанс проводится, там идет повышенная ионизация и, соответственно, озон. Как у него заряд уменьшается электретности, уже тогда оно меньше проходит. И даже чувствуется, ветер уменьшается несколько. Ну, это они такую мульку сделали. Считают, что это так должно быть. Как я бы, то для больших экспериментов и для тех вещей, которые он может еще, я бы, наоборот, еще больше увеличил мощность. Но про это я уже расскажу в другой раз. Так что методичка по сборке и файл для 3D-заготовок все будет под видео. Вообще, с озонатором я экспериментирую уже более полутора месяцев. И кроме его прямого назначения, вывел множество других возможностей для лечения серьезных заболеваний. Но для некоторых экспериментов, как уже сказал, не хватает мощности. Да и таймер мешает. Поэтому, когда наэкспериментируюсь в том виде, что есть, буду его апгрейдить. Обязательно попробую заменить уникальный тор на свой трифеляр, чтобы поднять мощность. Для моих экспериментов медицинские ограничения не показатель. Правда, он сюда не поместится, поэтому придется химичить. Но мне важнее получить положительный результат по избавлению от плохо поддающихся лечению неприятных болезней. Конечно, замена на трифеляр увеличит напряжение ионизации. Так что придется обруч у турбинки приподнять и диаметр увеличить. Я к тому это говорю, что те, кто будет повторять конструкцию озонатора, подумайте сразу в этом же направлении. Так как кроме респираторных заболеваний, получите мощный инструмент борьбы с другой заразой. А уменьшить мощность всегда проще, чем увеличить. Да еще. Кроме достоинства, конечно, стоит сказать о недостатках эксплуатации. В таком конструктиве применяются три литий-ионных аккумулятора на 600 мАч. Этого хватает менее чем на 2 часа беспрерывной работы. Конечно, если будете пользоваться им пару раз в день, чисто для профилактики в индивидуальном режиме, по 3 минуты, то хватит на пару недель. Но если народа много и будете применять за рамками основного предназначения, то, конечно, этого времени очень мало. Поэтому стоит подумать об увеличении корпуса и емкости аккумулятора в более чем в 2 раза. Ну или подключайте внешний источник питания. Еще обязательно столкнетесь с засорением кончика иглы, озонатора и разгонного обруча. Когда мы втягиваем воздух через турбину, то мощный поток тянет с собой всякую воздушную взвесь. А пациент, хотя это не следует делать, но все равно вольно или невольно будет выдыхать воздух ртом в направлении прибора, что в итоге создаст маслянистую пленку на внутренних частях турбины, особенно на кончике иглы и металлического обода. Уже буквально через неделю экспериментов я заметил на игле своеобразного серого ежика из пыли и всякий мусор на металлическом ободке плюсового излучателя. Теперь постоянно очищаю эти места от грязи. Но мне проще. Я все равно верхнюю крышку отклеил, и доступ свободный. А вот если сделаете 3D-заготовки на принтере, все точно как есть, то через защитную решетку будет сложно добираться. Имейте в виду. Последнее на сегодня. В первом выпуске про озонатора я немного рассказал о докторе Кутушове и некоторых результатах его работы. Я постараюсь посвятить его деятельности отдельный выпуск. Так вот. В том выпуске я для примера раскрыл некий секрет по лечению. Но как оказывается, подобное является врачебной тайной. И тем более считается гостайной для высших лиц государства. Поэтому мне пришлось вырезать эту информацию. Чтобы не остаться в долгу, покажу соответствующее фото. И характеризую это как оказание помощи в оздоровлении и профилактике болезней в высших лиц российского государства. Ну, а в следующем выпуске будет рассказано, как правильно применять озонатор против глобальной напасти и многие дополнительные функции, которые обнаружили как сами разработчики, так и я. И еще. Опишу, каким образом устройство действует на внешнюю агрессивную среду. Под роликом я снова даю список ссылок на все возможные запчасти и вообще то, что может пригодиться по вихревой медицине. Будьте здоровы! Всем пока!